На картине не всегда можно увидеть человека. Но всегда видно художника. Наш гость не только художник, он еще и гостеприимный хозяин Щелковской художественной галереи. Заслуженный художник России Александр Беглов. Здравствуйте, Александр Иванович. Здравствуйте. Очень приятно, что вы у нас сегодня в гостях. Давненько у нас не было представителей художественных кругов. А тем более художников с таким количеством званий и регалий. Каждое звание, да, это определенная ответственность. Наверняка это связано с большим количеством документации и так далее. Не мешает ли все это творческому процессу художника? Ну, я хочу сказать, что начну с того, что звания я никогда не просил. Могу даже перекреститься. Другое дело, что когда мне говорили о том, что я должен номинировать, ну, конечно же, мне было приятно. И что касается документов, конечно, этот путь долгий, но за этим стоит выставки, которые я проводил в других регионах России. В Рязани проводил, в Тверской области, ездил в Якутию и во многие другие места. И останавливался в гостиницах, где нету тепла, вот есть свет. Выставки свои делал в солдатских клубах замороженных. Вот, потом во дворцах культуры, в учреждениях культуры. Причем мне было удивительно видеть, когда в учреждении есть интернет, но нету отхожего места нормального. Или здание находится без фундамента, прямо на земле. То есть это наши какие-то перекосы. То есть в сериале вы увидели, да? Да, да, да. Поэтому потом очень много пришлось, так сказать, участвовать в выставках, в коллективных, всероссийских, региональных выставках. Вот, поэтому за этим стоит всегда большая-большая работа. Конечно, есть разговоры о том, что кто-то звание покупает, кто-то как-то их делает, но я, во всяком случае, с этим не сталкивался. Ну, так а все-таки общественная деятельность мешает вам творить? А если касается общественной деятельности, то это уже другая часть. Потому что звание это как художник я получал, не как общественный деятель. Вот, общественная деятельность это совсем другая. Ну, получилось так, что, опять же, я общественное деятельность, вот сейчас возглавляю Союз художников Подмосковья, это областной союз, он аккредитован Министерством культуры Московской области. Я не хотел быть председателем, более того, я готовил другого человека на председателя. Меня министерство попросило помочь с документооборотом, как-то его немножко причесать. Вот, ну, я допомогался, что, в общем-то, было поставлено такое условие, что, в общем-то, я должен возглавить. Хотя я всячески сопротивлялся, и в конце концов, это решило конференции, выбрали меня практически единогласно. Ну, а сопротивлялись-то почему? Ну, потому что это лишняя нагрузка, да, это лишние нервы, лишние... Потому что, ну, как сказать, ведь представляете, когда много людей, у каждого разные мнения, это личности, и у каждого какие-то претензии, какие-то ожидания там, и все это персонифицируется на первое лицо. Единственное, я могу сказать, что у меня замечательное правление, у меня очень хороший мой заместитель, по уставу два человека возглавляют в союзе, это председатель и ответственный секретарь. И правление, надо сказать, подобралось очень хорошее. Я когда пришел в союз председателем, в союзе было около ста человек, сейчас более 600. Это с 2008 года. Это и народные художники, заслуженные там, и начинающие первые шаги. Но это заслуга лично ваша, либо... Я думаю, что, конечно, как говорят, как офф-поп, так офф-приход. Но в то же время, если бы не было вот этих людей, которые у меня сейчас в правлении, Лебедянская, Виктор Степашкин, Володя Стригин, мне, конечно, было бы, ну, просто невозможно. Я бы, наверное, все-таки убежал бы на второй день. Но, слава богу, нашлись люди, которые думают, как сказать, не только о себе, но и об общественной жизни художника. Каковы правила вступления в этот союз? То есть по каким критериям вы отбираете людей, которые должны в нем состоять? Ну, правила это общие для союзов, как бы, первое. Конечно, оценивает критерии художник, не художник, оценивает сообщество. То есть это первая ступень. У нас 17 отделений по Московской области. И художники, которые возглавляют отделение, они собираются, смотрят портфолио, смотрят работы живьем и решают, перед ними художник или нет. Почему я говорю такую оговорку? Потому что есть художники, не имеющие образования. Или образование непрофильное. И бывает так, что... Ну, так сложилось, что человек учился на одну профессию, а стал художником. Это очень часто. И тут они должны на себя взять ответственность. Единственное управление, вот, как бы, областного у нас, возможность рассмотреть апелляцию. Потому что бывают некие конфликты на местах между художниками. Они очень часто. И художник, которого не приняли на первичную вот эту организацию, он может обратиться в правление. Мы можем его рассмотреть. У нас практически редкие были такие случаи. Но мы, как правило, если художник, допустим, подобный, ну, допустим, и Щелков, да, он не может найти контакт со Щелковскими художниками, ну, в силу каких-то обстоятельств. То есть это Гоголя можно почитать, да, там, вот. А он может перейти, там, в Королевское отделение, там, или в Пушкинское отделение. То есть, ну, поближе, как бы, и найти себя в другом случае. То есть в любом случае он куда-то может пристроиться, в каком-то союзе, да? И надо сказать, что я, будучи членом Союза художников России и Творческого союза художников России, это два крупных союза, вот, которые аккредитованы Минкультом России, которые, ну, поддерживаются правительством, которые имеют право давать рекомендации, дальше на награды, там, и прочее, все, вот. Я хочу сказать, что я, насмотревшись отрицательных сторон, завел другие правила. У нас в Союзе может любой член Союза прийти, направление, спросить, а куда одеваются наши взносы, вот, прийти с любым предложением, прийти, вот, сесть просто по-дружески, и, или просто что-то рассказать, вот. Вот, и вот в этом, я считаю, это очень важно, потому что мы, принимая человека, мы ему обязаны доверять. А вот, бывает, в Союзе художников России человека приняли, но работу могут на выставку не взять, могут еще, и начинают с ним выстраивать отношения, как будто он заново должен проходить какие-то тесты, условия, так сказать. Это неприемлемо. И это было связано, вот, эта дедовщина такая, или, скорее всего, с тем, что раньше были государственные заказы, были комбинаты, и мастерские распределялись. И с этим, по этим вопросам, ну, на каком-то подсознательном уровне до сих пор это жвачка жуется, так сказать, и проходит. Вот, и я не приемлю этих вещей, вот, в том Союзе, который я возглавляю. Вот, хотя, конечно, у нас были случаи, когда люди от нас уходили, но, как правило, это те, которые ставили свою целью нажиться на художников. Вот, то есть есть такие. Это очень часто крутится. Давайте мы вам сайтик сделаем, давайте мы вам выставочку коммерческую организуем. Давайте. Это какие-то сторонние люди. Да, ради бога, можно это делать, но когда давайте, ребят, скиньтесь, там, соберите деньги на это, вот тут у меня вступает как заглушка. Я всем говорю, как только я из Союза начну тянуть деньги, у меня смело можно переизбирать. То есть я, наоборот, должен дать, как профсоюза, преференцию, да, то есть бесплатный височный зал, там где-то опубликоваться бесплатно, где-то съездить, вот, вот у нас ездил, например, Степашкин, а возглавлял жюри в Болгарии, да, то есть, ну, ему было все оплачено, он как бы вот, ну, вот такие маленькие, небольшие даже какие-то преференции. То есть, в принципе, критерии, они достаточно такие, то есть решает команда людей, да, вот художник он или нет. Это, опять же, какие-то законы написания, да, законы? Ну, я могу сказать следующее, что у нас профессиональный союз, у нас подавляющее большинство членов союза, больше 90% это профессиональные художники, вот, поэтому я так сказал, как-то размыто. На самом деле, там идут критерии традиционные, которые вот в учебных заведениях существуют. То есть классика, да, стандарты? Ну, стандарты, да, которые в учебных заведениях, но, понимаете, все-таки это творчество, и здесь могут быть какие-то варианты, вариации, то есть можно, ну, я в Турческом союзе художников в России проработал несколько лет бюро секций живописи, мы отбирали вот Федеральный союз художников, вот, и я такую пословицу придумал, которая сейчас до сих пор там сохранилась, вот, когда сидит 17 человек, да, и все голосуют практически против, там, 1-2, может быть, за, а потом я как-то один раз сказал, это пошло, я говорю, да ладно, давайте возьмем, хуже брали, вот, и это сейчас повторять. Поэтому, вы знаете, здесь такой творческий процесс, потому что иной раз видно желание человека попасть вот в эту среду и развиться, и поэтому, ну, нельзя быть фашистом таким уж, ну, человек, у него глаза горят, ну, как можно его сказать, да ладно, давай, будешь нам картинки таскать, там, помогать потихоньку научишься, и вот так вот бывает, сколько мы знаем случаев, когда был человек-осветитель приборов, да, там, каких-то, стал крупным режиссером, там, и вот это должно, в творчестве все должно быть проще. То есть желание, принцип основной, это желание человека и какие-то способности. Да, да, потом мы же не боги, чтобы вот человек ярлык повесить, и человек пошел, заплакал и повесился. То есть, в общем, помогаете поколению новому, так сказать, художнику пробиться в свет. Да, насколько у молодых, вот у вас соотношение, допустим, уже состоявшиеся художники, или, ну, скажем так, возрастные и молодые. Да, и вообще, как вы оцениваете сегодняшнюю молодежь, ее художественную молодежь? Ну, я могу оценивать ее достаточно, как сказать, объективно. Почему? Потому что я общаюсь с ректорами ведущих вузов художественных. Вот, например, у меня друг Анатолий Любавин, это ректор Суриковского института, это титульный вуз художественный, московский. Вот, и я хожу на кафедры, и педагогов знаю, так сказать, профессоров, и просто ребят, которые преподают недолго. Сейчас уровень, конечно, катастрофический, упал. Вот, упал в каком плане? Упал в плане того, что академическая составляющая очень, как бы, ну, то есть, я в свое время вспоминаю, когда Илья Сергеевич Голозунов пришел к нам, я на первом курсе учился в Всероссийской академии живописи-северонезодчества, то студент один начал жаловаться, вот, в общежитии там чего-то холодно, потом я устал, а занятия у нас проводились с полдесятого до одиннадцати вечера, вот. И Голозунов привел пример такой, я не умею, как вот артиста, например, там, ну, сыграть, да, эту сцену, но вот, но он сказал буквально следующее, представьте девочек, которые учатся в балетном училище, да, и вот они стоят на этих вот пальчиках, да, и травмируются больше, чем футболисты, вот, понимаете, а вы бы здоровые, там, запищали, вот. Поэтому, вот, сейчас, к сожалению, вот такого труда, такого желания, вот, пассионарности такой нету. Дело в том, что школа советская, я долго думал над этим, почему она имела такой вот сильный заряд, это золотой век нашей реалистической живописи, а я отношусь к реалистической, к академической живописи. Приходили люди с фронта и очень хотели творить, вот. Для них было сделано в училище живописи военноизучества вечернее отделение. Я вот закончил это училище и вечернее отделение закрыли, вот. То есть фронтовики, они, конечно, им нужно было работать, у них такая жажда была. И я когда брал материалы, научные труды, Ростовцево, там, по преподаванию, в чем разница института и училища, пытались часами ограничить, да, вот, постановки там, как бы, это, а все равно выполняли, бывало, училища на таком же уровне, на уровне института. Потому что чем училище от института отличается? Училище художественное – это теория, а институт – это высокое исполнительское мастерство. Вот в чем они, разница их. И вот была жажда, было желание, были кружки, была вот эта вот среда. Ну, то же самое вот вам о футболе скажут, о хоккее, да, что коробочки вот эти были. То есть было желание мазать картинки там, как-то такое… Работать, творить. Да, сейчас наше визуальное пространство, ну, так называемая позитивная визуализация, заполнена, ну, современными технологиями, да, то есть мы можем 60 каналов установить, 120, 200. То есть объемы выросли. Да, и, видимо, идет какое-то замещение вот этой стороны. Я думаю, что это нормально, потому что то же самое происходило с телевидением. Думали, что поедет телевидение, исчезнет живопись. Ничего подобного. Вот, что касается еще другое, появились новейшие течения в искусстве. Вот, сейчас это называется эпоха постмодернизма. Вот, и, как вот сейчас профессионалы говорят, мозаичное восприятие такой дискретной среды, вот это искусство, да, вот винзавод, гараж существует. Центры современного искусства, так называемые. Да, вот я думаю, что вам это интересно будет, мое отношение. И каждый, сейчас понимаете, это искусство превратилось в бизнес, вот. И как продают, например, квартиры, да, существует свой какой-то промоушен, там, кто-то с чем-то договаривается. И каждый окучивает свой маленький огородик, дешевтик. Есть назначенный, там, художник какой-то суперский, куратор, искусствоведы. И вот они будут все, что угодно говорить и, ну, так сказать, продавать продукты. Да, продавать, им нужно втюхать, вот, и вкорячить, как там. И порой такое абсолютно нечто. Да. Вот я был в Германии, летом ездил в Германию, открыл наши побратимские отношения с Хемером. Значит, мне было предложено посетить современные музеи. И сказал, Александр, вам будет неинтересно, потому что вы академист. А тут, как бы, я сказал, нет, мне это интересно. Я увидел красивые здания в стиле хай-тек. Это стекло, бетон, вот, это трехэтажные, которые вкраплены в какие-то старые здания, в музеи. И тем самым увеличены площади там несколько раз. И видел те работы, которые там висят. Вот вы можете себе представить, на три этажа один смотритель. Ну, что такое смотри. Смотри, который в Эрмитаже я когда копировал, у нас было инструкции, то есть на метр не подходить близко, там, к Рубинцу. Вот, и как бы бабушка сидит, смотритель обязательно одна в зальчике, вот в маленьком даже таком, а в большом их там 10, может быть. Ну да, да, как правило, никто. Да, а тут один смотритель на этажи, на целые. И пустые они все, залы. И когда я с немцами разговаривал, с немецкими художниками, вот в Хемере есть коммуна такая, с 50 художников, и они меня спросили, в чем проблема современного искусства. Я сказал, что это отсутствие коммуникативности. То есть искусство не имеет обратной связи. А здесь полный произвол автора, человек, который вот я так стагнирую, да, вот у меня такая рефлексия. Я, может быть, имитирую свое заболевание какое-то. Я, может быть, ненавижу весь мир людей, вообще у меня куча комплексов, но вы смотрите на это. А вы смотрите, да, опять же, а как смотреть, вот, через что, а я даже с вами не хочу говорить на эту тему. И тут выбегает искусствовед, который, чем больше статья, да, чем больше знаков, ну, я имею в виду, тем больше этих знаков, вот, и начинается вот эта вот компиляция бредовая. Если человек не подготовлен, не образован в этой сфере, то для него настает такое, ну, как сказать, ну, они так еще устроены, так нас разводят, вот, что иногда я сам читаю и думаю, надо же, как же здорово написано, как же все это. А дурь полная. А по сути нет ничего. А по сути нет, да. А как складывались отношения, и почему с преподавателями, вы же уходили, я так понимаю, да, у вас там был какой-то конфликт, и почему вы себя считали худшим из учеников? Откуда такая, откуда такие комплексы? Да, у нас был профессор в академии, сейчас академия имени Глузнова называется, вот, Петр Петрович Литвинский, потомок барона Дельвига, петербуржец, блокадник, рафинированный интеллигент, к сожалению, он умер, вот, и все его ученики в своих монографиях везде пишут, что я ученик или ученица такого-то, такого-то профессора. Мне неудобно было так говорить, потому что все-таки я учился в мастерской Ильи Сергеевича Глузунова, он был руководителем мастерской историко-религиозной, во-вторых, ну, так вот себе такой яркий титул, но это было как-то сказано, ну, за рюмкой чая, ну, с такой, с иронией какой-то, с такой, с юмором, вот, и как привязалось мне это на язык, я по неаккуратности вот на одной из выставок это сказал. Что самый плохой ученик? Да, и Петр Петрович меня поправил, есть видеозапись даже. Но это вы сказали для того, чтобы услышать, ну, ты не прав, ты мой лучший. Ну, наверное, конечно, для этого, конечно, я врать не буду, потому что, как любой художник, вот, всегда хочется быть, как сказать, ну... Достойным. Достойным, да. Расскажите, Александр Иванович, так как же появилось у вас желание писать, когда вы это поняли? Ой, это, 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 появилось, ну, если есть детского садика, вот, я не портил обои, не это самое, не раскрашивал стены, но я все время рисовал, рисовал. И знаете, когда у меня появился перелом, где-то в 11 лет, когда я перестал, даже, может быть, чуть раньше, когда перестал изображать танки, пушки, то, что вот солдатиков, то, что мальчишки рисуют, да. А стал рисовать, вот, помню, мостик нарисовал у нас, вот этот вот железнодорожный мост, идет маленький, поныри речка, потому что я там рыбу ловил руками в свое время, ходил ребенком. Вот, и вот какие-то вот места стал рисовать, потом я очень много читал, и мне нравились книжки с иллюстрациями. Вот, Фильмор Купер, вот, и остальные, то есть мне нравилось индейцев рисовать. Потом, как-то вот уже книжки даже в библиотеке не брал, вот, когда подростком был, где нету иллюстрации, вот, мне эти страшные книжки казались, Достоевского, Тургенева, ужасные какие-то, я их боялся, вот. И надо сказать, что мне очень много мама читала, вот, она работала в Веслях нянечкой, вот, писать она не умела, но читать умела, вот, да. Интересно. Она мне читала это все, ну, я сам потом читал, но она мне вечером, у меня отец когда умер, даже вот, мне уже было 11 лет, все равно она мне что-то читала, вот. И вот эта, как сказать, любовь к книгам, она вот сохранилась у меня до сих пор, я люблю читать. То есть мама вам привила? Да, 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 да. Отец, к сожалению, у меня папа умер мне 11 лет, он строительным был, плотником, вот. Вот, но мне интересно было, вот, настройки, вот эти КАМАЗы огромные, эти лужи грязи, как они едят, машины, все это разлетается в разные стороны. Индустриальная картинка. Индустриальная, да. Потом вот эта Щелкова начиналась строиться, 67-й год, вот эти, как сказать, каркасы домов, потом вот эти хрущевки начинались. Вот эта грязь вокруг, а дом уже сдают, там, вот это было здорово, вот, поэтому... То есть вы помните Щелкова? Да, 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 да. Не таким, каким он является сейчас. Я такой старый, что помню Щелкова. Ну, а сейчас, как вы оцениваете архитектурный облик? Вы же в архитектуре разбираетесь? Я считаю, что ужасное, вот, у нас нету градостроительной политики, вот, застраивается, более того, я слышал такие предложения о снесении вот этого здания почты, которое в центре, которое построено в стиле конструктивизма, вот, потом нету у нас... То есть вы с этим не согласны? Да, я не согласен, потом ужасная гостиница вот эта строится. Это не в масштабе, это совершенно, ну, так сказать, не наше. Единственное, я могу в защиту этого сказать, что когда я побывал в Германии, я в северной части, я наивно полагал, поскольку вот, сколько уже лет 10, наверное, в городсовете состою в Щелковском, я думал, ну, наверное, такая борьба за наш ландшафт, только у нас в Щелковском, мы все равно там спорим, надо ли это строить, не надо. Вот, и вдруг, когда я увидел в Кёльне рядом с собором небольшой храм, вот, и впереди этого храма какой-то пенал лежит, я сначала подумал, что это бытовка какая-то, а потом, когда увидел, что это здание, вот, в стиле модернизм. Там тоже много сносится, и меня немножко, я пересмотрел, и даже сейчас вот думаю, что то, что строят, вот эту башню здоровую построили, то, что вот этот дом, ну, наверное, думаю, сейчас время такое. Деньги решают все, появились деньги, амбиции, они должны быть. Ну, так, может быть, вкуса нет просто? Вкус, дело в том, что о вкусе спорить можно оппонировать в среде вкусовой. А когда такое расслоение по деньгам, по статусу, по каким-то вещам, ну, приди сейчас, скажи где-нибудь, что нет вкуса, кто слушает, не будет. А что такое вкус для вас? Вкус. Художественный. Художественный вкус – это, прежде всего, воспитание. Вот многим художникам сейчас вот даже, вот я говорю, реализм, реализм, да, но есть художники, которые при себя причисляют к реалистам, я не буду фамилии называть, потому что сейчас это опасно, у нас законы о клевете выходят там и прочее. Да, без фамилии обойдемся, да, чтобы и передачу, и рекламу не делать, но какие-то вот появились в реализме, либо откровенная, как сказать, самодеятельность такая на грани реализма, либо откровенный гламур, вот. А реализм в чем он заключается? Вот, как бы, если просто о реализме объяснить, есть такое, знаете, религиозное понимание реализма даже. Когда спаситель оставил спас, не рукотворный, есть икона, да, вот полотенце, и лик остался, отпечатался, то есть, смысл, воспринимайте мир таким, каким я его создал, вот. То есть, когда человек начинает разрушать первообраз, да, ну, это созданного нами, да, вот, человека, там, ландшафта, вот, то можно себе представить, хочется ли жить в такой среде. Ну, а как вы считаете, это приемлемо, и насколько это действительно грамотно, учитывать общественное мнение во всем? То есть, ну, опять же, понимаете, придет, допустим, строй интеллигенции, скажет, да, вот, Роден, это прекрасно, другие придут, а дайте нам Казимира Малевича. Вы знаете, я вам могу одно сказать, что должно быть как можно больше суждений. Вот я в общественной работе, у нас вот в Союзе, да, я всегда говорю, разбивайтесь на группы творческие, на группировки, и выносите это все направление. Будем апеллировать, будем бороться за вот это, я говорю, я не хочу портянками заниматься, заниматься вот этим документооборотом, о том, кому звание, кому не звание, кому там какие-то вещи, это мы все делаем, вот, но мы должны заниматься идеологией. И вот, чтобы у нас не получалось, не получалось скучное меню такое, да, сегодня гречка, завтра у нас шашлычок, вот, потом диета, вот, то есть, должен быть спектр, вот, и это не мешает, как бы, я с удовольствием смотрю импрессионистов, постимпрессионистов, это все к реализму относится, это очень, очень широкая такая, так сказать, линейка, вот, и по поводу вкусовщины, вот, в таком плане, в бытовом, или в интеллигентном, это все нормально, то есть, должно быть суждение, и более того, Пушкин сказал, художник, не дорожи любовью народу, не просто так. Подлинный художник лишен тщеславия, он хорошо понимает, что искусство неисчерпаемо, сказал Бетховен. Вы с этим согласны? Я хочу сказать, что любой творческий человек сосредоточен на себе любимом, вот, сразу, знаете, сицилийцы говорят, я в это не верю, вот, поэтому должно быть сосредоточение на самом себе, себя любимого, жена тебя ненавидит за то, что ты любишь самого себя, ничего с этим не поделаешь, потому что те обстоятельства, в которых ты находишься, ты обязан защищать свое творчество, обязан защищать свою, вот этот, ну, как это сказать, территорию свою, да, экологию свою, не территорию, скорее экологию, вот, территорию в бизнесе защищают, но экологию свою, внутреннюю, да, свой внутренний мир. И поэтому, художник, не верьте, вот, я вам говорю, как вот из своей среды, все зациклены на самом себе. Единственное, есть разница, не разница, есть такое качество, которое нужно иметь. Значит, не забывай, конечно, о предмете, ты можешь себя любить, но, извини меня, а где твой продукт, адекватно ли это то, что ты создаешь твоему восхищению от самого себя, это раз. Второе, если ты занимаешься общественной работой, 50% на себя любимого, 50% отдай людям, своим коллегам, тогда будет понятно. А вас вообще критикуют? Часто слушайте в свой адрес? Вы знаете, в основном зависть, в основном какая-то вот, причем с какой-то злобой, назначают меня то виноватым в том, что я кому-то звание не даю получить, то я кому-то выставку не даю сделать, а то кому-то я не так о нем сказал, даже и в суды пишут, и это много. Я поначалу обижался, поначалу какие-то, а потом я понял, что они делают тебя сильным, ну, тебя я как художника беру, потому что никогда я не думал о никаких званиях, ни о каких-то вещах, но потом меня они заставляли к этому, толкали прямо вот, иди. Для чего звания даются? Звания даются для того, чтобы чиновник не мог тебе плевать в лицо, потому что ты можешь апеллировать все-таки, это высокая государственная награда, вот, в конце концов. Все-таки некая защита, да? Да, наверное, защита. Знаете, как вот монголо-татарские игори, охранная грамота, вот, наверное, так. Вот, поэтому к этому нужно относиться спокойно, хотя, конечно, это и переживаешь, и думаешь, господи, вспоминаешь этому человеку, там, его за ручку, там, где-то вел, там, и все, а потом он плюнул тебе в спину. Но все-таки критика-то бывает разная. Я очень рад. Да, вы вот, критика, она же, критика не ругательное слово, это просто обсуждение. Да, я в другом, я в другом, я в другом, я понял, наверное, я не до конца понял ваш вопрос. Я хочу сказать о том, что критика профессиональная, это для меня, я не мазохист, но для меня это важно. Для меня это крайне важно. Когда я делаю персональные выставки, я это самое сижу в зале, и это стараюсь побомжевать, и одеться, так сказать, и слушаю, вот, ну, что говорят. Да, а то вас не узнают. Нет, ну, бывает других, я же не говорю Щелкова. Щелкова, кстати, я не больше, чем, не чаще, чем в пять лет раз выставку профессиональную делаю, вот, стараюсь не надоедать. А вот где-то я выслушиваю с огромным удовольствием. Вы знаете, народ не дурак, критика нужна, вот, критика как элемент восприятия зрителя, да, то есть, вот, как это действует на зрителя, и вот это твоя аранжировка, твоя, ты смотришь, как это все, по действию нет. У меня даже много бывало таких вещей, когда я незаконченную работу выставлял для того, чтобы профессионал вышел, а, да что ж ты там, есть такие смешные вещи. Чтобы проверить? Чтобы проверить, да, 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 да. Я думал, народу нравится иногда, знаете, такая гладкая живопись, такая вот вышитая гладью. Да, нравится, если это уместно, и народ это чувствует. Если, допустим, вот у меня есть серия работ «Темперы замки долины Луары», да, там башенки эпохи Возрождения Леонарда Давидовича, и каждую башенку, плиточку хочется, мох там какой-то, плесень там, вот это хочется показать, и ради этого ковыряешься. Ну, извините, когда какой-то брутальный там закат, рассвет, когда думаешь, господи, что же случилось? И, конечно же, берешь пошире, посильнее, поконтрастнее, там, и форматик берешь побольше, понимаете, чтобы впечатление произвести. И тему какую-нибудь еще ищешь такую, ну, которая бы, ну, не то чтобы ударяла, но которая бы заставляла задуматься, вот, во-первых, тебя самого. Вот, поэтому мнение зрителя очень важно, мнение критиков очень важно. Но у нас большая беда в российской культуре, которая шла от времени критического реализма в том, что критиковать все и вся. И это было поддержано классовой борьбой. Считалось, что чем негативнее, тем ты, эх, там, задеть там. И самое страшное даже на личности переходило. Вот, но я по-другому на все это взглянул, благодаря тому, что 16 лет проработал вот директором галереи. И раньше на это обратил внимание. То есть отношение как к музейному предмету. То есть ты берешь и понимаешь, какой предмет перед тобой. Ну, картина там или скульптура. Произведение первого ряда, второго ряда, третьего ряда. Или это является частью, как артефактом, да, или это частью чего-то, да, без чего нельзя сложить вот это вот общее представление. Любое произведение, оно должно оценку носить объективную, да, максимально объективную. Вот. И упаси бога задевать личность художника. Вообще, это удивительная вещь. Художник и его искусство – это разные вещи. Я преклоняюсь перед творчеством Истигнеева. Но когда я во время, в 91-м, 92-м году, когда вот это «Собачье сердце» сняли, и решили по ТВЦ показать о нем передачу. Более искусственного человека я не видел за всю жизнь. Это ему говорят, ну что, говорит, ну мне заплатили, я сыграл. Я был шагом, для меня шок был. Но потом я, когда присмотрелся, действительно есть люди, которые, ну, не любят, говорит, о творчестве. Они вот могут сыграть профессионально и выйти, переодеться и забыть. То есть дальше он становится обычным? Да. А есть Муктуновский, который всегда себя играл. Он мне очень нравился. Но когда я в конце его творчества понял, что он всегда играет, и самого себя, мне как-то немножко, ну, я немножко от себя его отдалил. Но вот Истигнеев для меня – это просто уником. Вот. Я просто преклоняюсь перед его творчеством, перед его позицией. Наверное, мне тоже не следовало вот так ярко и много говорить о творчестве. Но что же делать? Мне общественная работа, она наложила отпечаток. Скажите, вот наверняка, я просто в этом уверена, у вас очень много недругов, скажем так. Наверное, со времен, когда вы пришли к руководству галереи, потому что знаю такое мнение, слышала, что ну как это так, художник и руководит галереей. Это дает ему определенные возможности, соответственно, это, да? То есть это как бы мнение, оно, скажем так, может быть там высказано с обидой, может быть с претензией. Но по факту, как вы пришли к руководству галереи и с чем столкнулись вот в эти годы? Насколько это было для вас школой? Кто вам помогал? Ну, во-первых, я хочу сказать, что мне Алексей Георгий Звягин предложил все время возглавить галерею. Потом Поветкина предложил, она сейчас работает, возглавляет наш, это, Елизавета, возглавляет наш, как это называется, финансовый орган, забыл я, я путаюсь с ним, вот, они предложили, потом Наташа Рыкунова, Виктор Пальчиков, они говорят, давай возглавь, потому что ее пытались в 95-м году открыть, но до конца не открыли, штат не до конца не сформирован был, и я как бы первый директор, то есть я ее правильно зарегистрировал, провел регистрацию, то есть было, ну как бы штат начал набирать, и началась деятельность, вот, пригласил Караваеву, Безукладникова Герма Саныча пригласил на эту работу, вот, и мы как бы вот в профессиональной среде начали формировать развитие этой галереи. У нас между нами тремя были трения, такие, что, ну, будь здоров, так сказать, но мы нормально воспринимаем, потому что мы все профессионалы, поорали, разошлись, успокоились и опять работаем. Человек занимается любимым делом, понимаете, это ему не навязали, там, он же не чиновник, он художник, изначально он художник, а как художник, ему всегда было интересно общаться с такими же художниками, как он мне всегда говорил, что это, это мое, это моя сфера, моя область, вот, как бы это, вот, он живет этим, понимаете, ему не тяжело, да, он получает от этого удовольствие и видит результат, а когда видит еще положительные результаты, которые видят другие люди, да, тоже администрация видит, потом Министерство культуры, да, как-то отмечает вот эти знаковые такие вещи, ему это хорошо, ему это нравится. По большому счету он добрый человек, это видно, и по глазам, по свету в глазах, вот, вот, ну, как-то я уже такой, много лет работаю с людьми, я, в общем-то, чувствую людей очень хорошо, вот, и могу сказать, что вот, несмотря на то, что он, да, вот такой вспыльчивый, но он, в общем-то, добрый человек, и поэтому с ним легко очень. Александра Ивановича мы очень уважаем, очень уважаем, и хороший, очень хороший руководитель, хороший человек. Не просто образованный, он всесторонне образованный, то есть очень хорошо глубоко знает историю, потому что, вот, если судить по его работам, то есть для него нет никаких рамок, вот, и просто лирический пейзаж может написать и какую-то серьезную историческую работу, причем он ко всему подходит очень, так, основательно, и не просто, вот, на историческую тему, а он проводит параллели между сегодняшним и, вот, тем временем, да, то есть они заставляют людей, вот, задуматься. Иногда мне даже кажется, что живет на небе, вот, понимаете, какие-то, вот, мелкие бытовые, как-то выходит, вот, он живет как-то, вот, вот, как сказать, вот сейчас, вот, в наше время такое тяжелое, когда все вот складывается вокруг денег, да, то есть деньги, деньги определяют даже в каких-то моментах, деньги определяют, то Александр Иванович, вот, единственный момент, он какой-то бессеребренник. Вот у него вот это духовное начало, вот, оно превалирует над материальным однозначно, потому что, я не знаю, почему, вот, я и даже ему наговорю, тебе бы в советское время жить. Отношение к нам очень хорошее, очень лояльное, такая дружеская какая-то атмосфера в коллективе, хороший руководитель, что там говорить, причем очень такой творческий человек и разносторонний, и образованный человек, он столько рассказывает интересного истории, часто проводит с нами какие-то политинформации, прямо рассказывает и разъясняет о положении там, вот, в стране, очень интересно, очень много с нами беседуют, вот, и всегда как бы идет как-то на встречу, идешь на работу, вот, настолько вот просто вот идешь с радостью на работу, как вот на праздник, правда. Коллектив очень сложился такой, дружный, хороший, ну, у нас такая большая, крепкая, хорошая семья, мы все друг друга понимаем, все друг другу помогаем, вот, и поэтому здесь, в общем-то, нам всем приятно находиться и тем, кто сюда приходит. Что касается недоброжелателей, которые, да, я слышал, что вот он за счет галереи там и звание себе сделал, еще что-то, вы знаете, я хочу сказать, что галерея, конечно, помогла мне в чем? Ну, как бы вот в этой среде, ну, больше, как бы заниматься профессионально, как бы искусством, вот, но много отняла времени, потому что я многие вещи, многие картины не написал из-за того, что у меня и с каждым годом все больше и больше времени отнимает, это с 9 до 6 вынос мозга по телефону, сейчас идет мониторинг, а сколько у вас получает, а какая, написал сообщение, что у нас такая-то выставка, нет, давай заново скажи, вот, нам министерство надо, и вот эта дерготня... Так вот это к вопросу о том, мешает ли вам? Да, очень мешает, да. Ну, дело в том, что всегда вокруг этого будет крутиться, вертеться. Мне единственное, я всегда прошу чиновников, которые мной руководят, ради бога, не мешайте, просто не мешайте. То есть можете не помогать, но не мешайте? Да, помогать не надо, но не мешайте. А когда помогают, я говорю, готов вас поцеловать во все части тела, так сказать, и сказать спасибо, да, вот, потому что, когда уж помогают, это очень здорово, я просто... Ну, а бывают такие дни, когда, ну, совершенно не хочется работать, можно даже сказать, депрессивный, либо вы все-таки позитивный человек, и все равно настраиваете себя на хорошее, и вперед, вперед, вперед. Либо все-таки бывают дни тяжелые. Какая может быть депрессия, когда бог дал тебе, как сказать, ну, талант, возможность какую-то. Когда художник говорит, у меня нет денег, мне холст не на штуку, я говорю, берешь бумажку туалетную и на ней рисуешь, вот. Какая проблема? Потом в рамочку оформишь, когда деньги будут, и покажешь там, это не проблема. Я даже, знаете, могу пример привести, у меня есть подруга, я очень люблю с женщинами дружить. Мы заметили. Да, да, да. Вот, у меня есть подруга в Финляндии, Алла, вот, художница. Мы с ней познакомились, подружились, я к ней приезжал уже отдельно, она ко мне. И я как-то приезжаю, и что-то звонил, и она там какая-то, как вы говорите, депрессия и прочее. Я приехал, и мы пошли смотреть выставочный зал, где моя выставка должна быть. А там были люди с ограниченными возможностями. Я не буду иллюстрировать, как они выглядели, но это ужасно было. Вот так, ну, я говорю, посмотри на них, и потом расскажи. И успокойся. Да, успокойся. Я говорю, какого тебе еще надо, потому что у тебя дом, у тебя озеро огромное, у тебя берег 15 гектар, у тебя мастерская, у тебя муж высокий, писатель. Он писатель, я говорю, понимаешь, я не хочу профессии, но он у тебя писатель, у вас двое детей, у вас внуки красивые. Прекрасно. Да, поэтому, а что можно, какая может быть депрессия. Ну, скажите все-таки, где вы черпаете силы, вдохновение? Вы знаете, когда какой-то заказ выполняешь, и, как правило, заказчик сейчас современный очень интересный. Я помню, мне глав Мострой заказал картину написать от Крымского моста до Каменного моста. И вот я сказал, даже если работает три метра, да, вот формат большой, два на три метра, был там видовую картину, меня просили написать. Я говорю, это будет мультфильм, то есть это будет какая-то тоненькая, в Гугле сделанная полосочка. Вот, и я предложил свои варианты. Вот, и вот, когда такие трудные ситуации бывают, я иду в Третьяковскую галерею, в Пушкинский музей, смотрю, как с этим справлялись мои коллеги до меня. То есть, учитесь у... Да, и даже не то, что я и учусь, я пройдешься, и надо думать, господи, а иногда такие жуткие задачи, потому что в основном там висят заказные вещи. Все искусство, которое мы знаем, оно профессиональное, но заказное. И, несмотря на высочайший уровень, ты думаешь, господи, они еще больше трудные, более какие-то депрессивные ситуации разрешали, и выворачивались, и делали это, поднимали на более высокий уровень. Вот, и даже эту задачу саму. Вот, поэтому меня больше всего вдохновляет именно вот эти вот, ну, профессиональные какие-то вот музеи, где можно это подзаревать. Другие работы увидеть, да? Другие работы, да. Другой труд, да? Кстати, это очень важно. Вы знаете, есть категории писателей, которые читают только свои книги. Ну, это, по-моему, ужасно скучно. Артисты, которые ходят на свои спектакли, да, роли свои пересматривают, да, сидят вот там. А как же развиваться? А вот это важно. Поэтому я с огромным удовольствием и очень критически к своему творчеству отношусь, вот, и могу многое рассказать, чего мне не хватает. Вот, где-то это объективно, где-то субъективно, вот, но, тем не менее, вот вдохновение, оно черпается из вот этой, или поездка за границу, съездишь, посмотришь. Вы много путешествовали, и рассматривали вы какую-нибудь страну, в которой вы бывали в качестве своей страны? Где бы вы могли жить, или где вам хотелось бы остаться? В последнее время, вот, побывав во Франции, в Австрии, в Германии, в Финляндии, я понял, что лучше нашей страны нету. Вот, и я больше, я, мне Тургенев очень близок к этим, он был таким западником, и первое произведение, насколько мне известно, писал на французском языке. Вот, бежен лук, там, первый томик. Вот, и надо сказать, что мне очень понравилось то, что, вот, я понял Тургенева. То есть, побывав за границей, начинаешь по-другому воспринимать то, что здесь, да, свою страну. И вот я, как летчики говорят, не последний, а крайний раз был в Германии, и, вы знаете, я на третий день начал скучать по России, на третий, четвертый день. И вот я Йохану говорю, Йохану, я говорю, как хорошо, что ты немец, а я русский. Вот, живи ты в своей Германии, а я в своей России, да. И я хочу к тебе ездить в гости, но хочу обрадовать, что долго я у тебя не буду задерживаться. Вот, но хочу сказать, что все-таки Россия, это великая страна, и русской пословице, где родился, там сгодился. Я думаю, она очень уместна, вот. Ну, объясню, почему. Потому что языковой барьер. Ну, английский язык, the table, the book. Ну, ограничено достаточно, не выразишь всего. Второе, бытовые моменты, да, это вот то, что мы сейчас сопротивляемся вот этим вот всяким ЖКХ, вот этим всяким бытовым назойливым проблемам, да, когда нам говорят, да это же вы должны сами. Нам говорят, да не привыкли мы к этому. И вот, вот другая среда, она по-другому, она все-таки, она не агрессивна, конечно, она интересна. Как турист, балдеть там, просто наслаждаться этим, это здорово. Но она делает тебя, наверное, другим человеком. Но она другая, вот. И Россия со всеми нашими проблемами, я понимаю людей, которые и погибали в России, да, там и в лагерях, и во всех, не приведи бог нам таких времен, но тем не менее. Своя родина становится. Своя родина, да. Это может быть, может, я старый становлюсь уже, и может, у меня еще из-за этого маразм начинается старческий. Но Россия, это великая страна, я ее люблю и не променяю ни на какие эти западные. Не нужен нам берег, да? Турецкий, да. Турецкий, да. Щелковский район, вы часто отражаете в своих работах, в картинах сейчас, в данный момент? Да, у меня в каталоге, вот здесь эта работа есть, в каталоге Арслонга, это огромный такой каталог, вышел первый. И там большая работа в развороте, это река Вори, написано в районе Мишнево. Вот, там старая плотина, вот, там еще более старая на дальнем плане. И вот это вот наше болото, наше Вори, это где-то, она полтора на три метра, эта работа крупная. И вот я еду сейчас в Ростов Великий, там по результатам пленера, которую я возглавлял в том году, я делаю, то есть участвую в организации выставки в Ростовском Кремле. И вот эту работу меня попросили, чтобы я ее туда привез. То есть везете кусочек Щелковского района. Кусочек Щелковского района, да. Меня как-то так и попросили, я думаю, да здорово. Вот вроде не напрашиваю, хотя большую работу написал тоже Ростов, вот, и вот эту работу в том числе. Я думаю, что это будет здорово. Я целую аннотацию привезу им там для экскурсоводов, что это, какая-то плотина была, с чем это связано, где это находится. Вот, так что. А семья в вашей жизни какое место занимает? Ой, вы знаете, семья, она... Сразу такой. У меня же есть семья. Нет, не об этом я хочу сказать. Вы знаете, есть вещи, которых не хочется говорить, потому что, ну, это такие вещи интимные. Слишком личные? Слишком личные, да. Да, поэтому пусть оно как-то устраивается по-своему. Ну, то есть у вас поддержка от семьи, да? Вы получаете поддержку, да? Вас понимают, а сын, мы знаем, по вашим стопам пошел. У меня трое детей. Старший сын у меня закончил юридический институт, немножко в прокуратуре проработал, в милиции, а сейчас учится в музыкальном училище. Ничего себе интересный путь. Творческий человек. Он несколько лет проработал главным звукооператором в группе «Пилигрим». Вот, то есть мотался по России, по СНГ. Вот, сейчас он женился, вот, и как бы, ну, больше, ну, занимается музыкой. Дочка у меня поступила в высшую школу экономики, изучает корейский язык и культурологию. Кореевед, вот, как и короед. Ничего себе. Вот, и, например, мне такие вопросы задают, пап, расскажи о сквозной культурологической теории, вот, я ей рассказываю. Там очень креативное обучение, вот, я ей говорю, да, это немецкая теория, начинаю я это самое, вот, то есть тестировать самого себя, вот. И там обучение очень сложное, вот, а младший у меня ходит во второй класс художественной школы и говорит, пап, этот год отучусь, следующий год не пойду. Да, все, хватит, это самое. Ну, как бы, вот. Такой вопрос у нас, ну, уж коли написали, так зададим. Сколько стоит ваша картина? Минимум и максимум. Значит, ко мне коммунисты один раз прибежали и говорят, мы видели по ТВЦ, за сколько вы продали вашу картину. Значит, на аукционе Георгий Победоносец каталожная работа метр на метр была продана за 450 тысяч рублей. Сравнительно, видимо, недорого. Ну, наверное, как это понимать, вот. Но дело в том, что я могу сказать другое, у нас отсутствует арт-рынок, и у нас нету рейтинга, да, вот, нету, я почему сказал, вот из-за вот этого, ну, каждый маленький гешефтик свой окучивает, и эти все цены, они придуманы. А цену устанавливает аукцион или фондово-закупочная комиссия в музее. Вот, фондово-закупочная комиссия, она приобретает по сложившейся ставке минимальной, то есть музей не может себе позволить какую-то заплатить бешеную сумму. Или тогда музей привлекает капиталистов, да, они уже... Частных инвесторов. Да. А, допустим, другая стадия, это когда аукцион открытый, публичный, вот. Там, как правило, современные художники закрытые суммы идут. Почему? Потому что, ну, представьте, если художник продаст на Рублевке за 300 тысяч долларов работу, вот, а потом, значит, кому-то продаст за 30 тысяч долларов, приедут авторитетные ребята, вот, и оторвут голову художнику. Поэтому, ну, у нас нет, я не торгую работами, к сожалению. У меня дома скандалы из-за этого, что я не могу себе там заработать на машину, вот, вот, право получилось, я никак не езжу, потому что не на что купить. Вот, поэтому у меня нет такой, ну, понимаете, так мало времени, вот, чтобы еще писать на... А за три копейки продавать не хочется, вот. Поэтому такая вот какая-то ситуация непонятная. Понятно. Это непонятно. Так что я не коммерческий художник, вот что я хочу сказать. Я обычный академический художник. Жизнь у меня простая, у меня нету вредных привычек, вот, я не курю. Сейчас вообще не пью, вот, никаких напитков, ни слабых, ни крепких, вот. И правильно ориентирован, люблю женщин. А это, кстати, мешает творчеству? Вот вы сказали про коллагольные напитки. Я считаю, мешает. Мы же знаем, что в среде творческой, да, это зачастую присутствует. Вы знаете, у меня была такая книжка любимая, вот, она мне так нравилась, я ее так читал, вот, на заре своего творчества, о художнике первой половины 20 века. Там было написано, поступил в императорскую академию, два года прожил и умер. Другой закончил, умер там, ну, это все. Да, там щедрин от холеры умер, там, в Няполе, там, ну, много такие вещи были. Ну, на самом деле алкоголь мешает. Почему? Потому что здоровье вообще плохое, здоровье мешает художнику. То есть, ну, и появляется неадекватное восприятие жизни, да. Появляется, ну, физическая немощь, которая не позволяет тебе выполнить задачу. Полноценного тренировка. Да, потому что в Суриковском институте я видел, девчонки после третьего курса превращались в мужиков. Особенно скульпторы там у них, бицепсы появляются, трицепсы, ненужных местах. Вот, а там, где нужно расти, там все это уменьшалось. Вот, и поэтому это тяжелый труд. На самом деле это ремесло. Вот, а когда ты ремесло делаешь, то как ты можешь себе позволить, если у тебя нет здоровья? Алкоголь, отдельная тема. Алкоголь, он мешает, как человек становится неадекватным, у него, как сказать, вот эти отходники всякие, так сказать. Ну, я тем более не могу пить, потому что общественная работа, вот это все, да, выпивал, бывало и немало, но общественная работа не позволяет. Это, я каждый день отказываюсь от участия в открытии какой-то выставки, да. А, представьте, там везде все фуршетами заканчивается. То есть это можно умереть просто. Я просто для себя думаю, все, просто вообще никак, нежели вот так вот. Ну, не дадут тебе выпить чуть-чуть, в тебя обязательно нальют. Вот, у нас так устроено. Вот, поэтому алкоголь и искусство несовместимое. Физически нельзя написать этюд, вот, выйти на пленэр, если ты пьяный. То есть ты, ну, как вот стрелок, дать ему ружье, он не попадет, да. Вот, так же и художник не попадет. Вы являетесь, наверное, ну, помимо того, что вы возглавляете галерею и много союзов, вы все-таки человек, который всегда на виду. Ведете действительно общественную деятельность, постоянно общаетесь с людьми, и у вас, наверное, как ни в коем другом должно присутствовать вот это чувство достоинства и позитива. Вы его должны дарить. Должны, наверное, здесь тоже слово. Да, очень важно. Потому что, да, вы правы. Я, например, когда-то думал, ну, вот, стану я заслуженным, там еще вот пальцы разогну, буду там. А на самом деле, вы знаете, во-первых, могу сказать следующее. Моего портрета не висит на доске почета, на это. Хотя прошло уже много лет. Достаточно лет. Вы переживаете по этому? Нет, не переживаю. Второе. Мне мои коллеги в культуре говорили, что, ну, ты теперь все получил, вот, это же не одно звание, как говорится. Вот. Они говорят, ну, ты работать не будешь. Третье. Меня стали обзывать. Ну, что там, наш заслуженный, там, даже такие вещи были. Понимаете? Я говорю, ну, пришлось одного человека, который был бывший военный, осадить и сказать, ну, ты вот как человек военный, вот я начал бы о твоем звании военном, да, воинском звании говорить с какой-то там, ну, ты там, полковник, там, или ты там, прапор, там, вот, как бы ты отнесся? Я говорю, научись уважительно относиться к государственной награде, потому что не я ее себе вручил, а ее президент вручает, вот, пройдя огромное, там, количество ступеней. Вот, ну, вот эти вот вещи. Поэтому здесь вот, как бы, момент такой, он, ну, как бы, обязан я к людям, ко мне приходят. Вот, у меня коллектив очень хороший, вот, у меня хороший помощник, она Марина Гутерева работает, у которой нервы толщиной с мою руку, вот, и она мама четырех детей, вот, и она просто такие вещи разруливает, где я просто, ну, у меня был бы инфаркт, там, инсульт или еще что-то, кондрашка хватило. Она, как с мертвыми, разговаривает спокойно, вот, хотя художники иногда врываются с криком Хай Гитлера, давай, я тут всех самый гениальный, так, все тут. Она умеет успокоить, умеет найти, и причем она это достойно делать, не унижая человека, и найдя в нем самое хорошее. Я просто благодарен, что вот у меня такие люди работают, смотрители у меня замечательные, вот, казалось бы, ну, что, посидеть в зальчике, там, это самое, ну, а на самом деле люди все равно с ними пытаются набесить. И от того, как человек ответит, да, это очень важно. Они тоже являются показателями, да, галереи, проведения. Конечно, да, как вот с вешалками, нельзя людей с вешалками настроить, но они открывают, они находятся в этом зале, не всегда экскурсовод бывает, вот, поэтому и коллектив меня приучает к этому, мне стыдно будет перед ними как-то вести себя несоответственно, вот. Потом у меня правление, вот, там, художники с высшим образованием, они мне не позволят себя вести по-другому, мне будет стыдно просто. Есть такие ребята креативные, начинают там шутки какие-то, там, начинают как-то, ну, я не знаю, там, шутить зло. Подкалывать, да. Подкалывать, да, я даже не знаю, как это, ерничать. Ну, это нельзя, особенно, когда человек первый раз видишь, да, вот, это тоже важно. Ну, будем надеяться, что вы и для них станете примером во многом. Спасибо вам огромное, Александр Иванович. И вам спасибо, дай бог, телевидение большого процветания, это очень важно, потому что я всегда с огромным удовольствием смотрю ваши передачи. Вы знаете, смотрю все подряд, да, потому что сам факт, зная, что у нас телевидение, зная вас, многих, вот, знаю историю создания телевидения, начиная от Энфеногенова, как это все создавалось, как это готовилось. И я просто с огромным удовольствием, оно для меня родное, потом хочу сказать, что после ваших анонсов всегда к нам люди идут, вот, вы умеете коротко и сказать, никогда не позволял себе вмешиваться в формат ваших передач, то есть каким-то мнением осаживал. Спасибо за это. Коллег осаживал, почему, потому что у вас есть своя редакторская политика, есть свои обстоятельства, в конце концов вы профессионалы, вот, и я обязан довериться, так же, как вот сажусь. В автобус, да, что меня довезут, вот, поэтому это очень важно. И самое главное, что вы несете очень положительное в нашей жизни, потому что ваши передачи, они интересны, и они не переступают грань, вот, которую часто сейчас, ну, любят скандалы, любят какую-то вот желтизну, там, гадости. Все-таки это передача о людях, которые живут в Щелковском районе, которым мы должны гордиться. Да, я считаю, что мы должны какие-то маячки выстроить, к которым люди бы стремились, и у людей была надежда на хорошее. Я вам дарю каталог. Ой, спасибо. Союз художников под Москвой. Спасибо большое. У нас будет теперь ваш каталог, будем его смотреть, будем любоваться вашими работами. Ну, а вас мы еще раз благодарим за то, что вы поучаствовали в нашей беседе. Беседа была очень насыщенной. Ну, и что, вам здоровья желаем, семье вашей здоровья, процветания, творческих успехов, всего самого наилучшего. Спасибо. Спасибо. Приходите в галерею. Обязательно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова